Если значение Пи меньше одной тысячной, мы можем с уверенностью заявить, что это лекарство предотвращает мигрень без ежедневного применения. Простите, доктор. Он знает вопрос лучше, чем ты. Я всю жизнь думал, что без ежедневного применения ни одно лекарство не может предотвратить мигрень. Именно поэтому его называют прорывом. Вы называете его прорывом? Нет. Фармацевтическая компания, спонсирующая мои клинические испытания, также считает это прорывом. Ваша жена и адвокат с этим согласны? А те, кто не нажился на нем, тоже называют лекарство прорывом? Кто вы? Сумасшедший, которому не хватает хобби. Как именно проходили исследования? Вы давали лекарства кучке людей, и когда у них не случилось мигрень, и вы решили, вуаля, лекарство работает. Простите, мисс, у вас есть рак? Вау! Манговый сок предотвращает рак? Жаль, я не принял мое лекарство перед этой лекцией. У нас была особая контрольная группа. Люди, страдающие хроническими мигренями. У меня нет времени приводить все расчеты, но снижение было настолько впечатляющим. Да, в Индии. Два плюс два, там равно пяти? Мы знакомы? Я знаком с вашими познаниями в математике. Они убоги. Браво. Мне знаком ваш голос. Почему вы опубликовали результаты в малоизвестном индийском журнале, а не в шибко крутом журнале в Южной Филадельфии? Неврология Нью-Дели – уважаемый журнал. Да, один из лучших, по мнению издания Жорева и Порева. Сними проститутку. Я считаю, что публикация – это самый простой способ вытрясти из формологической компании побольше денег. И выбрать для этого журнал, который никто не читает – это очень умно. Я знаю, кто вы. Конечно, знаешь. Дик. Меня зовут Филипп. Я ошибся. У тебя такое лицо. Ты похож на Дика. Хаос. Тута. Мы закончили учебу 20 лет назад. Забудь об этом. И повзрослей. А ты всегда был взрослым и крайне ответственным. Стукач. Ты жульничал. Я жульничал тогда, а ты сейчас. Твое лекарство не работает. О, да. Тебе так хочется в это поверить, ведь в твоих фантазиях… Я его протестировал. Неужели? Какие параметры? Где исследования? В палате 21-34. Один пациент? Коматозный? Ты не меняешься. Ты шел кратчайшим путем в университете и выбираешь кратчайший путь сейчас. Нельзя проводить исследования на больном мозге. Какая узколобость? Он не больной, а… Специфический. Кора головного мозга у коматозных больных атрофируется. Тебе нужен человек, находящийся в сознании.